Марта, 1 глава 37-39 стихи. И найдя Его, Иисуса, говорят Ему, все ищут Тебя. Он говорит им, пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И Он проповедовал в синагогах и по всей Галилее, и изгонял бесов. Вот вопрос просто задай девочкам, скажи, а для чего Христос пришел? Вот как сам Христос о тебе ответил, так не ответит. Знает о спасении, слышали? Ну, пришел спасти людей. А здесь, говорит, я для того пришел, чтобы проповедовать. Почему же без проповедей это никакого спасения нет? Он пришел для того, чтобы сеять. Как будто на первом месте, а мы, получается, так, перед принятием, это благодать призывающая. А у нас ее нету. Я вот перегираю всю эту историю. Конечно, все сокрытое это. Лучше бы, например, не принимал христианство. Вот такой мысль уже докажу. Все равно бы Бог как-то дал бы прямо чистой Евангелии. Ведь мы взяли тысячелетнее наслоение, и они пришли монахи, а русские приняли это за оригинал. И именно вот так и надо стоять в храме, прийти, батюшка благословит, и пойти домой. Вот там все. И всю Русь томили и томили тысячи лет. Но внутри себя человек все-таки понимает. Не это. Вот почему исследователи Бартизма говорят, не было более благоприятной обстановки в почве ни в одном государстве за всю историю христианства для принятия евангельского учения, как в России. Люди искали Бога, а не знали где. И только первые пленные появляются, которые в Германии были обратились. Чисто евангелие стали говорить, вот штунды называются. Штунды по-демецки час, а не на час собирают. Вот мы собираемся, а вот такая же штунды. И люди сразу принимали. Тысячами. Не было. Для того я и пришел, чтобы проповедовать. И далее. И он проповедовал в синагогах, и по всей Галилее, и изгонял беда. Проповедал, а он изгонял беда. Хотя не написано потом. Но без проповеди. А веришь? И всегда он спрашивал. А вера не может появиться, если не было слова. Как это можно было все это пропустить? От начала до конца. Все пропитано благодатью призывающей должно быть. А ее и не было. Совсем не было. Никак. Главное это скорее построить храм. И русские оказались в меграции. Где бы ни появились. Хоть в маленьких храме скорее построить. Батюшка и фон, скорее свои самописы, художники, изугропы напишут. Все. Малдар построят. Ну хоть они и воевали, но и христиане же были. Умели топор, рука, держать в стамеску. Все. А дальше кто придет, кто уверен. Вот так обратился этот Муниос. С иконой все. По миру ходил, пока не убили. Икона не потерялась. Вот так же обратился и Роуз-Серапим. Ну тот исследовал. Все-таки до многого доходил. Ну видно все. В этом сразу монашество принял. Тем более человек, который по всему миру везде был, ездил и... Ну как непонятно-то это. Даже говорить не очень совершенно. Он говорит, сын ищет себя. Если ищет. А зачем они меня ищут? Если я все время до того вышел, чтобы проповедовать. И пришли послушать его написанное. Да у нас никто не идет в храм послушать. А что? Они привыкли, батюшки, не проповедовать. Как проповедовать? Ну это считается, если у Златоуста, это уже великое дело. Это тоже проповедь. Вообще никак. Тем более впитает само богослужение. Люди принимают это как само богослужение. А богослужение, это я должен сложить руки, стоять и не двигаться. Ну как благоговерие. Купить свечку, поставить. Проповедь это один из элементов службы. И они должны выделить совершенно отдельно. Это не служба. А это и есть как раз самое настоящее служение Слову. Слышать. Видишь, мы как привычем? Они сказали, что падает. Все. Проповедь это можно заснуть в это время. А на службе тут нельзя, надо стоять, все себя видеть. У нас все терминское сознание. А отсюда было, что нас Христос не достиг. Потому что если нет проповеди, нет и Христа. Он проповедует. А как это узнал? Да подражайте мне, как я Христу, Павел говорит. Подражайте тем, которые, глядя на нас, идут. А чем занимался Христос? Написано, для того и пришел проповедовать. А Павел, для меня жизнь Христос, смерть приобретение. Я благовествовал день и ночь. Во время и не во время. И он всех призывает, всех до одного. И этого не к ней. Вообще ни в одном храме я не слышал. Да и этого и нет. Ни в журналах, ни в газетах церковных. Исайя 61.1.3. Это место потом будет приведено Евангелистом Лукой. 4 глава 18.21. Я еще и еще раз стал прям по буквам смотреть. В чем же дело? Пророк сказал так, а они приводят, не цитируют. Мы должны цитировать до буквки, до запятой. А они передают свободно. Дух Господа Бога на мне. На мне, что и в буквы, то есть о Христе. И Бог Господь помазал меня. Помазал, значит, дал силу. Что? Благовествовать ищем. Да самих всех листов благовествия они не принесли к нам в Россию. Нам принесли угли, лаван, сундуки, книги старинные. Ником бьются, как пальцы прижимать, какие иконы рисовать. Он нашел более современные иконы, такие старые иконы, стал ломать. Все поняли, Ником, это антихрист. Да вышел поклонение, поклон сделал и сказал, а мы Бога-то ведь не знаем. Тирания одна. Проповедовать. Послал меня исцелять сокрушенным сердцем. Как сокрушенным сердцем? Ну, кардиология здесь не поможет. Как? А чего тебе тяжело? Да у меня тяжело дома там, то раз в год. То есть много братьев. А как мыслить это? Потому что да проповедник Христа прими. Он послал меня. Помазал меня. И теперь проповедовать пленным освобождение. А какое же освобождение? Кто их отпустит? Да вы свободные в отрестве. Какие бы ни были гонители, мы считаем, они ведь тоже умерли в первом-четвертом веке. Мы не знаем, как умерли мучители Анфима Никоиндинского, Кременка Аркестовского. Но они тоже умерли. И мы как-то умрем, но как? Если бы за Христа то умереть, благочестно пожив, мучением совершишь, вы поете, какие? Кандаки нашим святителям. И сокрушили ибельскую прелесть. Проповедовать пленным освобождение. Те, которые не знают Христа, отомятся в грехах. Которые не ведают, как выйти из этой беды. Нет Христа. Где Христос там радует, сияния. И узником открытия темницы. Ни один заключенный не поверит. Даже ну нам, я ходил, проповедовал. Почему не открыли? Внутри тебя это все открой. Со Христом в тюрьме свободно, а без Христа и на свободе тюрьма. Вот смысл-то какой. Опять через проповедь. Проповедет лето Господне благоприятное. Да где мой проповедник пришли? В Сибирь. Лето Господне. Все расцветает. В душе сады цветут. Один раз. Святые это. Поют-то как? Один раз. Так что? Отсвели наши сады. Мы не знаем, для кого это все было. И все ностальгирует он так. Был бы, пришел бы, старое место, где жили. Это тоже Бог должен, чтобы мы тосковали об очи День Небесной. У тебя была невеста, был жених. Жених это Христов. У тебя была та первая встреча. У меня постоянно эта ностальгия. Я глаза закрою. Я не могу попасть в Лаквию. А я те годы ездил. Ездил для того, чтобы там, в уголке, склониться, где я первый раз склонился и покаялся мне Евангелие далее. Я каждый раз, вот у меня паломничество было. Им принести истину. Кто мне что давал? Библии доставал, приносил. Все. Ты теперь не поедешь. Духовное рождение. Где твое было? Для тебя здесь Родина. И день мщения Бога нашего утешит всех светующих Евангелия. Возвестить светующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение. Люди, не знающие Бога, они перегорели. Они в пепле. Вместо плаща свет рам, елей радости во Христе. Вместо унылого духа славная одежда. Это все проповедник должен сказать. Тебе Бог даст все во Христа крестившиеся, во Христа облеглись. И назовут их сильными правдой, наслаждением Господа во славу Его. И сегодня считали, как я положил, Павел говорит, основание. Да кто положил это основание? Как он положил его? Кадилов. Проповедем. Он рассказал вам о Христе. И на этом основании стоит. Как строить эти Христа, то не знают и приняли. Кольц раз спрашиваешь о Христе, ничего не знают. Вот Божий сон, Матерь Божий сон, это еще расскажем где-то. Там Николычи расспорили, золото бросил, а то услышали. О Христе практически ничего не знают. Наслаждением Господа во славу Его. Вот как пишет Лука. Дух Господень на мне, Он помогал меня благовествовать нищим. Люди, которые не знают Бога, это нищие. Вся нищета российская. В России вообще бедно жили. Хотя не всегда. Но нищета духовная. И послал меня исцелять сокрушенным сердцем проповедовать пленным освобождение. Слепым прозрение. А Исаи это не говорит, он цитирует, а у него там нет. То есть ослепли. 700 лет до Христа и совершенно ослепли. Это слепая мысль. Слепым прозрение. Он цитирует это место Исаии, а Исаии этого нет. Я нашел, какая разница. Отпустить измученных на свободу. Измученных. Там, говорит, пленным. В плену-то, оказывается, измученных. Спрашивается, а для чего? И вот, Христос-то переменил слова Исаии. Он там автор был и здесь. То есть он их усилил. Эти слова там Бог привел в Исаии за 700 лет. И здесь это же место цитирует по-другому. Я все дома один и прошу Господи. Но почему ты сам слово свое не теми словами передал? Первое слово правильно, а дальше не так. А вот почему. Бог сказал, что еще 120 лет и будет потоп. А потоп начался через 100 лет. Почему он готов сберечь? Не кажется, и Бог отнял. Советский плен был не 70 лет, а в Вавиловске 72. Почему? Нет покаяния, Бог добавил еще два года. И только в 91-м году партия ушла. Смысл-то во всем этом заложен какой? Измученных на свободу и дальше проповедует. Лето Господне благоприятное. Да когда же-то нам лето-то Господне проповедовать будут? Да чтобы оно было благоприятное. А чем оно лето благоприятное? Вопрос на вопрос. Зелень покажется. Святы на святу. Горлинка заворкует. Вспомните песню песней. Жених пришел. Душа рекует. У русских не было этой радости. Радости какие? Да почитай Шмелева. Лето Господне. Какие бублики, какие крендели, какие маховые пирожки. Он все описал. И особенно преображение. И там его как наставляли. Ни слова нет о любви к Богу. Я за уме писания его привести. А это лучший описатель царской России. Иоанн 17,8. Ибо слова, которые ты дал мне, Христос говорит, я передал тебе. Но если передал, покажите, где оно? Тут задавать вопрос даже не надо. Но он передал. А где оно? Слово. Да его спрятали, за ним гонялись. Я считаю, когда псалтырь, он не канонизировал. Герасим Петрович Павский. А я хочу просто представить, как он сидел, какие у него знания были, как он еврейский язык знал. Ведь еврейский язык, буквы-то не наши, они не похожи, они какие-то рубленые домики стоят. Ну, какой звук-то издать? По-латылски я хоть неправильно на что-то мычать буду, а тут даже не знаешь, какой звук издать-то. Что оно означает, как от Владимира грузилась? А он перебел. И какой красочный язык. А Евангелие от Матфея, это он все перебел. И он не канонизировал. Нам слова-то его не передали. И они приняли. И, когда приняли, уразумели истину, что я исшел от тебя и уверен, что ты послал меня. Отсюда вывод. Что если не приняли, не передали, то и не уверовали истину. Что-то толковать тут. Я ничего не добавляю. Я не капелак, не златоуст. Прямо за эти слова. Лука 2,49. Он сказал им, зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Абсу моему? 12-летнего искали. Вы сейчас ребенка найдете, он тоже может спросить, а что ты его искал? А он тебе не скажет. А что ты мне искал? Ты его в храме не найдешь. Вот передают, что детишки выскочили из детдома, а там не закрытая теплотрасса. Утолнули. Сегодня фотография пришла. Ребенок на дне уже коллектора нашли. Купался там, затянуло в трубу. Ребенка на третьей детстве-то нашли. Похвал-то аквапарте. А Христа нашли в храме. А зачем мне искали? Разве вы не знаете? Я для этого и пришел. Он пришел и поразил всех учителей. Какие он вопросы им задавал, неизвестно. Но они приходили в удивление, смущение. Видимо, он им задавал вопрос. Скажите, вот Егенка закололи. А какая стих между егенками человеком? Егена, чем он виноват? Он за такой хороший был. Почему ты его заколол? Или бычка из сажки. А какая? Там смрад стоит мешать. Она писана Богу благоприятная. А почему она приятная? Он их, я думаю, задавил вопросами 12-летнего Христоса. Они не могли ответить. Я смотрю, чем занимались в храме. И он раз в храме был, я просто захожу до этого ума. Могли быть такие вопросы, что раз... Ну, он задавал-то вопрос, не наши жидейские там. Почем в городе продают, или какой бензин, какая цена. Ну, не эти же вопросы он задавал. Ясно, что он задал вопросы, которые открывают глаза. Что время исполнено, лето было приятное. И когда Господь говорил, это лето благоприятное, как они все уявились. Написано, восхищенно смотрели на него. Что? Благодать не зло всего. А когда он словами следующего показал, что вы хуже всех, язычники вперед вас идут. Солепки Сидомской приняли Илью, а никому он больше не пошел. Вы только гордитесь евреям. Я знаю, еврейки нету, которые им до Солнца были бы переночевать. А они сразу уходили его убить. А это вопрос, а надо сказать, аня. До меня достигло это слово. А мне это слово Божие стало ли благодатью и летом благоприятным, чтобы среди зимы святы расцвели. Если это со мной, это все слово мы находим. И Лука 2, 49 говорит об этом. Лука 4, 43-44. Но он сказал им, и другим городам благодетствовать я должен Царствие Божие. Ибо на то я послан. Точка. Опять то же самое. Другого евангелиста считают. Проповедовать, и на это я послан. И слово я передал ученикам. Вам передал слово? А чего же молчите? Зарыли? Вот он, зарыли таланты. Какой зарыли таланты? Благодет, слово. Что ты увернулся через слово. А где оно? И актриса, у нас сестра, одна глухонемая, Мария. И она сколько привела? Она руками свидетельствует больше, чем мы языком. Вот она сколько глухонемые едет. Они почти все через нее пришли. Ну кто-то ушел, отошел. Почему? А она Бога любит. Приходите, смотри, и повернуйте. А я с языком. Да мне язык не нужен. Поэтому я не имел неверие. Связала его. Матфея 4, 23. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедая Евангелие. Опять то же самое. Следуй за мной, говорит Господь. А если следовать за Ним, то куда идти? Я не могу в Катерном пойти. Следовать за Ним, за Его дела, зачем Он делал? А Он ходил по всей Галилее. Ходил по всему району. Ходил по всей Сибири, ходил по всей России. И учил синагогах. В синагогах Христа-то изгнали. Апостол-то били там синагогах. А в синагогах это вот эти все храмы. Сектанты могут принять. С ними можно будет беседовать. Я вам покажу снимки. Я привез. Стоит священник. А на другом снимке мы были у асектантов у 50-х. Даже вот я сейчас рассматриваю лица, и они разные. Один имеет благодать священства, а это асектант, феретик. Но у него лицо просвещенное. Оно чистое. А этот стоит, он смотрит совсем по-другому. Взгляд другой совсем. Потому что Слова Божия нет. Даже закрою, не покажу линзы. И ну по глазам видать. Просвещает Слово. Ты хочешь мудро выглядеть. Хочешь, чтобы внуки вглядывали с фотографии и смотрели на твое чистое лицо, на взгляд просвещенное Слово Божие. Читай Слово Божие. Как я прочитал от него писателя, он говорит, и он настолько был радостный, и глаза у него были как натертые снегом. Чистота. Итак, Господь говорит, я до того послал. И он говорит, я посылаю вас, как овец среди волков. И примут эти волки. А кто такие волки? И двадцать сами хвостам и цветы волки. Попы. Архиереи. И я посылаю. Пойдите к ним. Я думаю, что время изменится внезапно и очень быстро. Вы видите, как в конфликтах. Уже под боком загорается война. Масоны столкнулись сейчас православными с православными. В России те-то, они ничего не знают, которые эти мусульмане оказались в стороне. А для чего все делалось, что на славянском языке, ну это нас объединяет, один язык, у Болгарии, сколько это не объединяет, а разъединяет. Каждому народу надо пропадать на родном языке. А чтобы они не воевали, нужно сказать, Иисус мирный. Предоставь руки Божию. Он сам рассматривает. Бьют это за землю. Бьют это за то, чтобы людей где-то больше было. Кто-то от нас отошел, а я бы догнал его. Да вы мне любить-то не будете за это. Сегодня они уже никогда не сойдутся, потому что там тысячи трухов лежат. Единственное, оружие нам дано, это любовь, и любовь по Христе. Я прощаю тебя ради Христа. Сбьешь меня, а я молюсь у тебя. Мысленно воображайте, на ваших глазах будут убивать ребенка. Это в жизни отступить написано. От тебя требуется слово изменить. Сказать там, Иисус это не Христос. И девочка твоя сам не тяжелая. Нет, дитя Богу, да, сам позаботиться. Иисус ест Христос, истинный вестей, и ты и крестишься. Ты ее не спасешь. Надеи надругаются. А я жизнь продаю. Не продлишь, умрешь предателем Иудой. Проповедуй им перед смертью. И скажи, Иисус сказал любить вас. Вы не знаете, что делаете. Вы делаете страшное преступление. Отнимайте жизнь, которая вам не дана, она мне дана. Прости им, Господи. И вот это они понесут другим. Мысленно себя воображайте. Это может быть. Сколько считаешь священник? Один в краме остался. Прихожане ушли. Решили, тут двое работают. Рядом работают. Его убили. Убили, иконы собрали. Мы поймали, поэтому мы уже знаем. Сколько священников убили, сожгли. Успели ли они сказать огонь? Идете ли с кем-то ночью? Только думай, какие слова они успели сказать, если он не бросится? Какие слова? Не так, что у меня нож в руке, я умею быстро его выбрасывать, я ударю. Не ударишь, потому что преимущество у того, кто нападает. А у меня преимущество, он еще не такое, а я ему скажу, Христос приветствует тебя. Вы вспомните о царь серии книг, вот выдуманный герой, когда дрались, ножами резали, экран кинул со середины и сказал, Христос запрещает вам. И они все сразу разошлись, руки у всех опустились. Вы сегодня начинайте к этому подготавливаться. Нас для этого Бог послал. Для чего тебе Бог послал благовествовать, проповедовать? Чтобы я, проповеда и другим, не оказался в стороне. Чтобы мы не оказались негодными. С нас будет спрос совсем другой. По высшей шкале с нас Бог спросит, сколько же мы слышим? Какие у нас надписи? О нас слышно очень и очень далеко. Помолитесь о батюшке, чтобы ему Бог все это положил. Я сказал, а ты точно знаешь, что батюшка знает силу благовестия? Не знаю, с чем он сказал. Если другая какая-то цель, и он каждый день там находится, это на счет будет поставлено. Цель одна должна быть поездка, благовествовать, и тебя там ждут. И что я достану для благовестия? Я говорю, оправдаешься тем, так что мне денег приведешь. Помолитесь, чтобы мне Господь хоть что-то послал. Чтобы благовестие через книгу распространилось и дальше. Аминь.